здравствуйте друзья сегодня у меня в гостях mercedes 190 от компании автоарт версия 2.5 16 знаете с чего начну я начну я вам с того рассказываю что зарекалась ворона когда-то не клевать сами знаете чего вот собственно в одном из комментариев мне написали под обзором версия от компании вот то что вам нужно вот попробовать взять компания автоарт на что я сказал да нет вы что я вообще 190 не люблю и не буду друзья ну вот он собственно перед вами случайность это не то слово как бы я не вообще эту модель не рассматривал в плане покупки абсолютно сейчас я вам расскажу что забавное получилось в общем то вы видите эту модельку у меня на второй день и знаете я честно я уже просто поменял какое-то свое отношение к 190 mercedes почему да я их как не любил в общем то таки не люблю но вот в этом обвесе это конечно просто чума вот шикарно дайте вот когда-то может быть это был может быть какой-то излишний тюнинг но такой вот просто взорванный не знаю даже как это сказать но он просто с этим обвесом с этими расширенными арками с такими вот дисками выглядит просто умопомрачительно а вот расскажу что произошло на самом деле такая забавная ситуация в общем я мониторил там ebay и вдруг вижу mercedes который как бы ну просто там не подписан не производитель ничего там просто mercedes 190 вот и в общем то там никакой другой информации тут раз и все просто при вижу что все двери открыты значит то уже не не мой нелюбимый солида ничего то такого в общем то я понимаю что это по ходу автоарт ну вот и но к сожалению понял не я один это в общем то многие из тех кто наверное тоже мониторят ebay в общем то тоже увидели увидели очень похожий силуэт в общем то и все стало более не менее знакомо ясно тем более вот по этому номеру удалось действительно понять что это за модель почему потому что коробки у нее нету вот и и стало очень интересно в общем то несколько дней я ее подсматривал смотрел как что в итоге вы видите что надо здесь сегодня у меня значит я ее успешно приобрел друзья в общем первая цена на модель такую же в коробке уже плюс доставка стоит ну 378 фунтов стерлингов и плюс там еще тоже откуда доставка я не помню с японии или с какой-то с америки черт его знает но очень тоже дорого там около 40 еще в плюс но это все вам про англию говорю может и европа где-то я чуть не припомню не увидел где но в общем то она низ на в коробке вот конкретно этот я купил за 87 плюс доставка в общем 95 фунтов он не вышел вот вот я несказанно честно рад вот я не знаю как потратить почти 100 фунтов ну я всегда знаю какую модель б там купил и чтобы я приобрел но тут когда есть разговор идет об авто арте причем версии миллениум причем того что уже ценится очень-очень я понимаю что надо действительно было брать и вот собственно я его взял как вы видите он все отлично открывается все у него очень здорово давайте вам покажу вот вот его тут тут все отлично на самом деле вот этот весь подкапот него долго рассматривал очень все детально вот за это наверное не стоит любить авто арт вот когда они когда они вот старые моторы старые вот такие вот подкапотные пространства делают действительно интересными интересными для обозревания интересными для да в принципе для всего что очень здесь не может не радовать конечно же это вот сам самокрышка капотом которая очень интересным образом открывается на на таких вот петлях которые в конце вот еще берут и утапливаются то есть он вот на вы видите он какой гуляет очень очень интересно открывается ну и закрывается вот этот раз утапливается супер то есть за такие деньги модели вообще в принципе нету косяков ну как вообще в принципе их нету их просто нету и скажу вам что это действительно мне очень повезло за такие вот скромные денежки взять вот такую роскошную модель она довольно тяжелая у нее нет проблем с окраской единственно что она была очень пыльная очень грязная и мне вчерашний вечер практически весь я ее немножко вот приводил в такое состояние то я сейчас вижу был довольно уставший с работы но кое-как это я сейчас вот уже вижу там пальцем и опять же где-то там я вот под ручками не дотер но в общем то можно еще пройтись будет то есть немножко ее более не менее привести в такой достойный вид вот друзья поэтому здорово я до сих пор под впечатлением и спасибо этому человеку который мне написал его до сих пор его слова вспоминаю вам нужно вот увидеть автоарт посмотреть его до автоарт все-таки это есть есть такое дело он в определенные годы выпускал очень очень хорошие модели вот тем более вот такие вот и наверное все таки в планах я бы очень хотел 126 купе взять тоже от автоарт но цены пока кусаются точнее они вообще кусаются как бы если бы вот так же повезло как и с этим то даже я бы не важно какого был цвета был то есть я в любом случае его бы купил так ну что я вам уже начал показывать под разговор салон друзья здесь все на уровне поверьте очень очень все классно его спортивно этот руль и сидушки такие конечно же черный флоп есть торпеды приборка ну все все вот имитация дерево там вот возле кпп на месте все хорошо и потолок есть нормальный в общем и козырьки ну отлично вот ремешки все здесь очень очень радует так друзья давайте еще вам покажу конечно же вот эти все накладки спойлер этот потрясающе выглядит да здорово цвет знаете цвет очень очень такой необычный он я не знаю какой-то графитовый но это графитовый может быть более серый было этого такого черный металлик к сожалению нет коробки я не знаю какого как он по по коробке называется да как он по модели если кто-то ребят знает напишите пожалуйста очень интересно как называется этот цвет действительно такой вот яркий ну он темный но он вот яркий запоминающийся его с вот этой крупной крошкой очень приятно наблюдать хорошо хорошо себя ведет на полочке друзья багажник открывается но к сожалению крышечка вот не держится внутри флоп все очень очень приятно радует оптика радует принципе здесь все глушитель вот этот внутри значка замочная скважина такой вот олдскульный такой вот боксер чик такое не знаю питболь кто это с кем вы сравните на такой вот явно прямо вот зло и такое видна вся вся мощь очень очень ярко выражена выражена и несмотря на то что 190 вообще мною никак не воспринимался как автомобиль как машина такая вот здесь здесь все очень классно я действительно пересмотрел свои отношения еще раз повторяю спасибо тому кто мне вот написал комментарий вот это наверное в принципе меня даже где-то подтолкнуло потому что ну свою 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 нотку вы внесли вашим комментариям поэтому комментарии ребят всегда важно оставляйте оставляйте комментарии вот так смотрите покажу вам вниз здесь тоже все вот вот до закрытая труба в конце вот такой вот идет такая накладочка идет прикольно все очень здорово все очень классно немножко скрипит да ну я уже я уже беру это стандартно наверно для авто артов тем более миллениум уже сколько у меня моделек таких вот было не все по скрипит ну почти все вот ну ладно тут тут просто за все остальное мы прощаем потому что все остальное действительно очень круто очень оптика просто радует супер супер вот друзья на этом в принципе все я разделил тут свою радость по поводу никогда-то не любимой мною машины вот и конечно же конечно же она потрясающе жаль что нету коробочки конечно оригинальный но была коробка все бы знали что это авто арт поэтому цена была бы абсолютно другая вот друзья что на этом все спасибо что посмотрели этот обзор полагаю вам было очень полезно прощаюсь с вами только до следующего всем желаю удачи будьте здоровы и пока